Все профессии нужны, все профессии важны. И даже не спорьте, музейные специалисты бережно сохраняют историческое наследие разных эпох, культур, народов, делая его доступным для всех нас. С 1978 года по всему миру отмечается Международный день музеев. Щелковский историк и художественный гостеприимно распахнул свои двери гостям и работал до поздней ночи. В программе были уличная экскурсия «Литературная Щелкова», авторские экскурсии по выставкам, развернутым в выставочных залах музея. Это «200 лет усадьбе Голицыных», живопись Николая Левенцева, Елены Левенцевой и Валерии Секрета и авторская экскурсия художника-графика Марины Лазаревой по выставке «Гравюры Мецетинта. Человек и море». Сегодня экскурсии вели у нас сами художники, чьи выставки представлены у нас в музее. И они, конечно, прошли очень ярко. Мастер-классы, как всегда, заинтересовали самых маленьких посетителей, которые упорно и настойчиво, следуя подсказкам преподавателей, своими руками делали броши и веера, намереваясь довести мастерство их изготовления до совершенства. А как стемнело, у стен музея зазвучали песни о любви. Семейный творческий дуэт Софьи и Гордея Боевых впервые оторвался от коллектива «Театра атмосферы», с которым обычно выступает, и устроил свой персональный творческий вечер. Ребята исполнили кавер-версии известных песен. «Но скоро город весь в огне, и эта помощь в дом спасет меня. Прыду, опять отсюда, стоять, не спать, молчать. Семья Софьи и Гордея сложилась не так давно. Нас связало творчество», — говорят молодые супруги. Софья студентка-психолог, играет в Челковском любительском театре «Атмосфера» под руководством Анастасии Гребенниковой. Гордея — профессиональный музыкант, преподает гитару и барабаны, играет в разных коллективах, но сегодня в дуэте с супругой. Каждый раз мы экспериментируем, в этот раз так более спокойной обстановке наша ночь в музее прошла, и мы сделали акцент на концерте, потому что хорошая погода. Каждый раз, когда планируется культурное мероприятие на свежем воздухе под открытым небом, никогда не знаешь, а не устроит ли природа каких-нибудь неприятных погодных сюрпризов. Сегодня в ночь в музее все сошлось, и хорошая погода, и хорошая музыка, которую мы слушаем под чистым звездным небом. Кстати, секрет хорошей погоды в ночь в музее давным-давно раскрыт. Обычно, когда ночь в музее выпадает на международный день в музее, всегда хорошая погода. Все лучшее в тебе останется за мной, останется за мной, за мной. Во-первых, у нас очень давно была идея сделать свой творческий вечер, и так получилось, что после прошлого дня у концерта администрация музея пригласила нас выступить вдвоем, и мы согласились буквально сразу же. Да, причем сначала была идея сделать закрытое более камерное мероприятие, но когда нас попросили именно на ночь в музее сделать, мы прям с удовольствием поняли, что на улице, конечно, будет труднее, но очень хотелось этим поделиться. Прям как-то тепло, приятно было делиться всем, что есть, и очень хотелось бы еще выступать, и огромное спасибо и музее, и людям, которые пришли, что получился такой замечательный вечер. Зрители акустическим концертом в ночь в музее тоже остались очень довольны. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.